Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Хочу сообщить вам пренебрежное известие. До банка Тинькофф добрались мошенники. Раньше они орудовали только со Сбербанком, с клиентами Сбербанка, потому что у Сбербанка самая большая клиентская база. Но вот клиентская база Тинькоффа выросла настолько, что мошенники заинтересовались и клиентами Тинькофф банка. И вчера моей дочери был звонок от мошенника. Она его распознала, конечно, и сообщила мне. Я делюсь с вами этой информацией. Что я хочу сказать. Мошенники действуют достаточно профессионально. Вот так вот. Мошенники работают грамотно. Не попадайтесь. Отличить очень легко. Они звонят с обычного номера телефона. Даже не с 495. Обычный номер телефона. И пытаются как-то сначала заболтать, а потом выведать ваши персональные данные, для того, чтобы умыкнуть ваши деньги. Не попадайтесь. И сейчас я вам прокручу запись. То, что тот звонок, который был у дочери, она записала. Но звук был очень плохой. Она была в машине. Через громкую связь шел звук через Bluetooth. Но сейчас я продемонстрирую вам другую запись. Это была запись как раз клиента Сбербанка. Он тоже раскусил это дело. Я вырежу там отдельные куски. В конце записи там был мат и прочее. Но вы поймете, насколько профессионально действуют мошенники. И не попадайтесь, пожалуйста, на удочку. Повторите, пожалуйста, вопросы. Это в машине. Вы совершали вход в ваш Сбербанк Online 20 минут назад? Нет. Дело в том, что система нашего банка зафиксировала несанкционированный вход в ваш личный кабинет с города Владивосток. Но, насколько нам известно, вы проживаете в городе Москва. А также была попытка списания денежных средств на сумму 3000 рублей на карту Альфа-банка. Скажите, данную операцию вы проводили? Нет, я ничего такого не проводил. В таком случае я понимаю, что по отношению к вам, как клиенту нашего банка, производят мошеннические действия. В таком случае я вынужден зафиксировать несанкционированный вход мошенника в ваш сущный кабинет, а также временно деактивировать ваш Сбербанк Online. Секунду. Зафиксировал. Скажите, Павел Николаевич, возможно, у третьих лиц есть доступ к вашему счету? Родственники или же родные, которые могли проводить данную операцию? Да нет. Хорошо, зафиксировал. Скажите, карта нашего банка не утеряна, не украдена? Она находится при вас? Да, да, при мне. Все, хорошо. Смотрите, Павел Николаевич, денежные средства до получателя не дошли. Они были переведены на временную ячейку хранения нашего банка на 15 минут для того, чтобы вас обезопасить. Сейчас нам необходимо произвести возра денежных средств обратно на карту, а также установить вам двухфакторную защиту для вашей безопасности и безопасности ваших средств. Скажите, пожалуйста, как вам будет удобно индифицировать вашу личность по номеру договора или же по номеру вашей карты? А как вы индифицируете мою личность по номеру моей карты? Смотрите, данная карта закреплена за вашими данными персональными. Если вы хотите, я могу вам их назвать. После того, как я зафиксирую либо же номер договора, либо же номер вашей карты, я отправляю вам самоосведомление на данный номер телефона с пятизначным кодом протекции, который вы используете исключительно в своих целях, чтобы зайти в ваш новый Сбербанк онлайн кабинет. А также я вас настоятельно рекомендую, данный код вы не разглашайте ни третьим лицам, ни сотрудникам банка. Вы его используете исключительно в своих целях для того, чтобы войти в ваш Сбербанк онлайн кабинет. Скажите, пожалуйста, как вам будет удобно индифицировать вашу личность по номеру договора или же по номеру карты? Ну давайте, если вы уже предложили, назовите мои личные данные, которые у вас есть. Скажите, Павел Николаевич, какие вам необходимо предоставить данные? Серию паспорта, фактический адрес проживания, возможно, дата рождения? Фактическое место проживания. Вы проживаете в городе Москва по улице Маршала Катукова, 6? Да, верно. Если хотите, так же самое могу сказать серию вашего паспорта, но не целиком. Я не назову только одну цифру. Давайте. Серия вашего паспорта начинается на 45, 10, 42, 5 и последние две цифры 97. Да, верно. Смотрите, теперь у вас есть сомнения, что я действительно не являюсь клиентом банка, в протезе сотрудникам банка? Понимаете, я уже знаю, что вы в машине. Хорошо. И? Ну хорошо. Что значит? И в наш разговор записывается, будет передано в полицию. Хорошо. И что будет далее? Не знаю, полиция пусть разбирает. Ты думаешь, она разберется? Не знаю, это не моя проблема. Короче, смотри, чтобы ты понимал, я взял ту же самую полицию, куда ты хочешь обратиться, идиот. Ну, вот вы прослушали эту запись. Вы поняли, что мошенники работают достаточно профессионально. Если у вас будет подобный звонок, то, пожалуйста, не давайте свои персональные данные ни в коем случае. И еще я вас очень прошу, напишите в комментариях, если вам были такие же звонки или подобные, или что-то другое, какие-то варианты. Пожалуйста, напишите в комментариях, с какого номера звонили, и какой банк. Потому что это очень-очень важно. Дело в том, что представители банков мониторят интернет, и они увидят это видео. Потому что, ну, уже были подтверждения того, что представители банка смотрят, у меня были отклики. Поэтому, если мы с вами вместе, ну, напишем вот эти, обнародуем эти телефоны, с которых звонят мошенники, то, ну, по крайней мере, эти телефоны будут заблокированы. Тот номер телефона, с которого звонили мои дочери, уже заблокирован, естественно, потому что она тут же сообщила в службу безопасности банка. И у меня к вам еще одна просьба. Поделитесь, пожалуйста, этим видео со своими друзьями и знакомыми в соцсетях. Скиньте ссылку на это видео своим знакомым, там, через WhatsApp или куда-то по мессенджерам. Потому что, ну, это очень важно. Мы должны все вместе дать отпор вот этим мошенникам, дать отпор этому злу. Дело в том, что если кто-то из ваших знакомых или вы сообщите вот эти данные, и деньги у вас уведут все-таки с карты, то, в общем-то, шансов вернуть эти деньги практически никаких. Дело в том, что полиция за эти дела не берется или берется крайне неохотно. То есть они будут вам говорить, ну, вы же сами сообщили эти данные, вы что, так сказать, не соображаете. И то же самое вам скажет банк, потому что банк скажет, ну, у нас есть подтверждение того, что вот вы сообщили кому-то данные. Все, банк не вернет деньги. И как сохранить деньги? Ну, смотрите, храните деньги на брокерских счетах. Дело в том, что вот брокерский счет имеет намного выше степеней защиты. Я буквально вчера вот вел курс биржи для чайников и рассказывал о том, что намного больше степеней защиты у брокерского счета. И с брокерского счета деньги умыкнуть нереально. Дело в том, что с брокерского счета есть только одна возможность вывести деньги. Это вывести деньги с брокерского счета на банковский счет того человека, именно того человека, на которого зарегистрирован брокерский счет. То есть даже если мошенник узнает ваши персональные данные, то деньги он сможет вывести только на ваш счет. Вот. То есть для этого он должен еще и потом взломать ваш счет. Это нереально. Поэтому деньги, самые большие деньги хранятся именно на брокерских счетах, в активах сейчас, если вы не знали. А на карточках хранятся только те деньги, которые нужны для повседневных расходов. Ну там магазин там или еще что. Вот только так. Наличные их тоже можно и украсть, и потерять. И там уже вообще никаких возвратов. Карточку еще можно как-то заблокировать успеть. Ну в данном случае вы вряд ли успеете заблокировать. Поэтому брокерский счет для хранения денег. Именно брокерский счет. Там вы сможете купить и валюту, и какие-то активы. Деньги будут расти достаточно быстро, быстрее, чем депозит. И лучше. Поэтому, ну вот я на своем курсе рассказываю, как это сделать. И на своем канале YouTube. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Сейчас поставьте лайк и поделитесь. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Потому что давайте вместе давать отпор этим мошенникам. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитрович Юрий. До встречи.